И теперь переходим мы к следующему упражнению для икроножного доза мышцы. Вот мы закончили как, вспоминайте, возле колена, да, стояли? То есть центр нашего донтянинга, точка, да, была на уровне колена. Чуть-чуть так вот переспустили. Тогда обрабатывали гидро. Стойку, кстати, запоминайте, вот она у нас была, вот вперед чуть-чуть развернули ногу, да? И теперь просто спускаемся на полшага назад, достаточно быстро, раз. И начинаем, как мы ножницы делаем, получается вот так вот, на руке, да, вот, 2,2. И между ними, в общем, удобно как раз растираем вот эти вот две мышцы, которые облегают, ну, тут ямочки, кстати, видно, вот эти, да, на задней части коленки. Переходим всю икру вместе с ахилловым сухожилием, активно, активно, так, быстренько, быстренько, чтобы тепло почувствовалось. Потом такие волнообразные движения, спиралевидные получаются, захватывая всю икру, да? И очень приятное движение, с той стороны по голени проходим. Вот, правда, это очень приятно. Да? Вот, видишь, до стопы. Усиливаем это движение тем, что в ладонь, вот сюда, укладываем ахилловые сухожилия. Одновременно руки действуют друг против друга. Тоже приятно, наверное, да? Ну, кстати, да. С ахилловым сухожилием не закончили, растянули пяточку назад, видите, все корпусы. И теперь зажимаем между двумя пальцами, ну, как бы лапа леопарда, та же самая, да? Только между садими пальцами зажимаем ахилловые сухожилия, и получается вот такой вот эффект шестереночки, только в очень узкой локальной зоне. У нас работают все косточки, это, 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 где мы достаем, да, куда достаем, да? Протягиваем по всей икре достаточно небыстро, включая даже заднюю поверхность, как я говорю, что здесь нюрфу задавить нельзя, но мы на них сильно не давим, да? Мы, как бы, просто чуть полегче приослабили свой хват, да? И двигаемся дальше по всей ноге до вот этого, до высадочной косточки. Упираемся в нее. Ну, если человек маленький, там, да, или ребенок, то я просто уперся и вытягиваю ногу. У меня там уже мозоли. После, после этого у некоторых вытягивается на два сантиметра нога, девушка еще довольна, я им говорю, снял, где ногу, иногда тянем вот так вот, вторая рука идет сюда, захватывать за вот эти вот три-четыре точки, вот три пальца у меня, под точки многолетия, да? А локоть упирается в пятку, получается вот такой вот захват, борцовский, видите, такой вот достаточно крепко держу, вот, а тут идешься. Отдохнули, и начиная с икры, опять же, не от середины сгиба, да, а именно с икры, растяя, расплющиваем всю ножку, тут упираясь в пятку, получается, только упирать, ставить с не косточкой, а мякотью своей, своего предплечья, чтобы просто больно не было, да? И ту же мякоть, то есть с середины, мы идем до ягодицы и проходим до конца, расправляем, сами себе, вот, как раз, нажимаем себе лопаточки, самим себе еще дополнительно. Ну, раз-два прошлись, и возвращаемся, опять же, стоим, хотя наша работа должна быть возле вот этой точки ниже пупка, да, вот, практически, тут мы так поработали, тут так поработали, да? Ну, вот так вот, входим, на полусогнутых ногах. Когда, ну, это все, движение с ног относится к эргономике, вы сокращаете нагрузку на свою поясницу за счет этого, да, во-первых, а во-вторых, вы пританцовываете, вот, там, по полу-приседе, вы тренируете ноги. То есть, когда я, например, вот, просто еще раз показываю, у меня, вот, когда-то там с бедром, да, работаю, вот, я, видите, всем корпусом работаю, как обезьянка, вот так вот, понимаете, руки у меня практически слабо работают, но за счет всего корпуса, видите, плечи уже ходят, я подаю совершенно другое движение. Раз-раз, выскочили сюда, хорошо под какую-то музыку веселую, матиноамериканскую, так и делать. Теперь подробнее, что мы делаем. Визуально разделили на две части, да, они, по сути, ездят в дверь, мышцы, микроножные. От тахилосвхожилия мы постепенно эту проминаем быстренько, ну, в принципе, все классические методы, какие вы там знаете, дополнить всегда можно, да, просто я такой, по сокращенной программе говорю, которая самодостаточная. Теперь всю мышцу берем целиком, прям с ахилосвхожилием, вот, вот, как следует растрясаем, вот, как бы взяли с двух сторон, да, и это снизу вверх, снизу вверх, снизу вверх, и вот в этом месте, дополнить еще несколько раз, вот так вот, промассировали ее. В этом месте можно, чтобы прием придумать, штрихование, штриховка такая, бить сюда нельзя, можно так, аккуратненько, одна рука, другой скользит, как по накатам, как бы, по прицелу, так, бьет туда, чтобы мягко было. Некоторые люди, ну, у них сильные, там, ноги, да, им прям можно от лапу леопарда здесь, вот так, нагнать, нагнать, нагнать сюда лимфоузлы, но только не пережимая, и не сильно, прям, через них, вот, силы нельзя делать. Убьете лимфоузел, он будет тут мертвый, и висеть, и только портить человеку. Все, красоту, да, ни в коем, да, ни в коем случае не убивайте лимфоузлы, это его защитная, защитная система вашего подопечного. Так, и далее, вот то же самое, что с бедром делали, да, переходим, вот так вот разбиваем ножку на две части, да, по очереди можно просто отрисать, можем вот эти шестереночки пройти, всю ногу целиком, видите, аж поднимается, включая бедро, туда мы тоже уводим все, и уводим все движения, заканчивая вот там. Опять же, то же самое, что сделали с бедром, мы делаем прямыми пальцами, внедряемся внутрь, да, хаотично, лимфоузлы где-то там в глубине, не так быстро, медленно доводим тоже вот туда, до плохого зона, все сливаем вот туда. Потом, такой прием называется, лимфатическая труба Гудвина, когда у нас с двух сторон по пять пальцев расположены, поставьте вот так руки. Все очень просто, да, вот, вот, по пять пальцев, да, смыкая пальцы. И теперь вот они зажимаются, да, только старайтесь ниже, не так, а ниже пусть, большой палец к указательному. Большой палец? Нет, ты правильно поставил, поставил правильно, только теперь нагни руку туда. Как вы видите? Вот так, да, вот, 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 обе руки, да, вот. И между ними получается у вас труба, вот, видите. Ну, на самом деле очень просто, с этой стороны взялись со стороны. С каждой стороны получилось по пять пальцев, видите? Такой паучок. Вывезу руку наоборот, не выворачивай. Нет, и так тоже правильно. И так, и так, и так, и так, и так, и так. Только руку ты вот так держишь. Вот, разверни я. Да ты правильно? Не так, вот, просто развернув. Ну, как ты захватываешь, что он захватил. Вот, вот, все правильно, да. Вот, и, соответственно, стараемся зажимать, как бы, снизу вверх. То есть нижний палец первый тут, потом верхний. Получается такая выжимка. Менее, вот мы выше, выше, вот так вот ползем. Достаточно сильно. Прием, кстати, очень хорошо тоже используется для вашей собственной физики. У вас качаются вот все вот эти вот мышцы, предплечья. Не больно так? Нет, нормально. Нормально, да? Вот. И следующий прием, лимфатическая трубогудрина номер два. Представьте, что вы делаете. Кольцо, которое можете шире, уже делать, да? Вот. И как будто бы это кольцо, это вот как консервная банка, да? В нее мы пытаемся запихнуть апельсин гораздо больше, чем размер этого отверстия, да? Апельсин у нас, соответственно, вот, как бы, кожа, плоть икры, бедра. И вот, сделав узкое колечко, да, вот мы один апельсин проскочил, второй апельсин проскочил, третий. Чуть-чуть. Послабее колечко. Да, можно послабее колечко сделать. И медленно-медленно идем. Почему медленно? Потому что мы работаем с лимфатической системой. Кстати, видите, мой поздно-ка. Я дополнительно растягиваю свою спину. Себе растяжку делаю. Тоже, как упражнение, хорошее. Ну, можете перейти, в принципе, да? Ну, мне приятно для себя, для самого позаниматься немножко разминочкой такой. Значит, кровь течет очень быстро по организму. Ну, практически, там, за один вдох-выдох она доходит до всех краев нашего организма. Но лимфа и венозная кровь снизу-вверх поднимается очень медленно. Лимфа, так она вообще, по-моему, сантиметр в минуту примерно такая скорость проходит, да? Поэтому мы тут не делаем быстро. Это все на 92-последовательное движение. Очень медленно вот так вот делаем. Человеку бывает больно, да. И для антиселитной программы тоже это очень полезно. Особенно, когда мы потом еще дополнительно обрабатываем всякие вот ушки, да, вот здесь, вот здесь вот. То у женщин бывает, что они, даже после первого сеанса, видно, что уменьшается, уменьшается объем здесь и здесь. Очень хорошо, когда вы это все сделали, но перед этим, помните, нагнали вот тут, да? Нагнали вот здесь, а потом протянули, чтобы не было синяков, то есть все вот эти ваши нажатия, они делаются до вот этих вот всех моментов протяжек, чтобы убрать кровь лишнюю, не оставались синяки. Вот в чем секрет, чтобы не оставались синяки. Такой лайфхак. И здесь вот точки, помните, я вам показывал, рисовал. Тоже я не буду себе нажимать. Вот от середины сгиба, да, примерно три пальца вот так вот у нее, у некоторых пять сантиметров, ну, пять сантиметров, да, вниз, и чуть вот сюда в сторону, точку нажимаем на вдохе. Вдох. Потом, вот где заканчиваются мышцы, да, дальше переходят сухожилия. Вот между этими расстояниями получается серединка. Середина, и сама вот эта точка, да, вот середину жмем, на вдохе. Окончание мышцы, на вдохе. И осталась вот эта часть, да, до хилла, где мы убираем, как я вам видно, скажем, тоже в серединку. Выдохнули. Вот, и только после этого вы уже делаете все вот эти упражнения, чтобы убрать это все кровь. Вот, а дальше мы перейдем работать со стопой. Ну, давайте еще покажу немножко с этой стороны, как работать с голенью, да. Поднимаем ножку. Когда мы намазывали маслом, да, вот такой лайфхак небольшой, мы же с той стороны не намазывали, да, там как бы осталось сухо, особенно те у кого там, волосатые ноги. Но, один раз мы все-таки вот проходили, да, болен с этой стороны, а масла еще у нас там не хватает. Для этого, что мы можем сделать? Мы можем, во-первых, сюда чуть добавить больше масла, его снять и размазать с этой стороны, чтобы убегать лично разу флакончиком, да. Раз способ. Второй способ, можем его с локтей снять с наших, да, дополнительно обмазав. Соответственно, здесь мы еще вот так стараемся от косточки отжать эти мышцы, как будто вот, рассоединяем ладонями, обоими локтями, в ходу того, что доходим опять досюда. Кому удобно, никто не будет запачкаться, можно на плечо положить. Вот так вот проходить это все. Вот, теперь прием такой, типа прищепки. Большой палец, он самый сильный из всех пальцев, да, поэтому ему противостоят практически все пальцы, но они давят на один указательный. Получается вот такое вот движение, да. И мы этим движением внедряемся, стараемся кость отделить, вот, мясо от костей, вот, вниз. Достаточно больно, да, вот этого стараюсь легко делать. И уже подбираемся к лодыжке. Нежные вот так вот, обхватываем, проводим вниз, потряхиваем. Вот таким вот приемом, все немножко так может протрясти уже, расслаблено, да. Все туда уходит вверх, вверх, от конечности к плохой зоне. В следующем видеоуроке мы будем делать более подробно рассмотрим стопу. А сейчас записывайтесь на наши тренинги срочно и переходите к нам обучаться на живой натуре.